Октопус Ду похож на Глу Мэпс, но только чуть-чуть посложнее. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Глу Мэпс я рассматривал несколько скринкастов назад. В комментариях на сайте Теплицы посетитель Вера написала, что есть еще Октопус, обратите внимание на него. Окей, обращаем. И при первом же взгляде становится ясно, что это в принципе то же самое, но, во-первых, чуть более усложнено. Во-вторых, ориентировано в первую очередь именно на карты сайта и, в-третьих, платно. То есть вы можете его использовать и бесплатно, но если есть и платный контент, значит где-то чего-то вам не будет хватать. Так же, как и в Глу Мэпс, здесь можно работать и без регистрации, но возможность регистрироваться есть. Тут у нас приветствие и информация о конструкторе. Свернуть окно можно, нажав на крестик или нажав Create Site Map. Далее идут вкладки. Функции. Здесь можно посмотреть, какие есть функции у конструктора, но большинство функций раскрываются только в Pro версии. Далее решения. Здесь приводятся примеры использования конструктора в разных сферах деятельности. В ресурсах можно посмотреть примеры уже созданных карт-сайтов на основе их конструктора и последнее магазин. Тут мы можем использовать бесплатную версию, в которой нам доступен только один проект с ограничением. Визуализацию карты уже созданного сайта можно сгенерировать пятьдесят раз. Остальные ограничения мы увидим далее. Зайдем непосредственно в создание карты. Для начала давайте создадим аккаунт, чтобы было куда сохранять наш проект и мы смогли бы вернуться к нему в любое время. Это существенно отличает Octopus от Gloomaps. Создали. Отлично. Давайте посмотрим, какой функционал у нас есть в бесплатной версии. Первое, что бросается в глаза – это выбор цвета. Нам доступны всего три цвета, остальные цвета есть в платных версиях. Поскупились ребята на цвета? Ну да ладно. Итак, у нас тут уже создано несколько страниц. На главной есть визуальная картинка сайта. Мы можем менять местами блоки, страницы. Все интуитивно понятно. Внутри каждой страницы можно добавить нужное количество блоков. Давать им имена и соответственно менять название самих страниц. Далее мы можем добавить визуализацию для созданных блоков. В бесплатной версии нам доступно только три шаблона. В платной их на порядок больше. Слева внизу есть галочка, с ее помощью можно скрыть наше дерево. Страницы добавляются также по иерархии. К каждой страничке можно добавить комментарий. Это удобно, если вы делаете проект не в одиночку и нужно передать что-то компаньону. Ну или даже если в одиночку, записать для себя на будущее. Нажав на страницу мы обнаруживаем еще ряд ограничений бесплатной версии. А именно, для нас закрыты рамка, сео и клонирование. А если нажать на блок, то также закрыты такие функции, как заметки и ссылки на страницы. Не знаю, что-то мне кажется, ограничений слишком много. Похоже, что эта штука не совсем пригодна к жизни на бесплатном тарифе. Ну то есть в принципе работать можно, но как-то знаете, напрягает. Ну ладно, идем далее. Справа вверху есть кнопка переключения между вертикальным и горизонтальным видом. Далее кнопка сохранения проекта. В бесплатной версии мы его можем сохранить только в свой профиль, а в платной он нам дает еще несколько вариантов для экспорта, например в PDF или XML. Кнопка с тремя точками это настройки проекта. Здесь мы можем переключиться на темную тему или включить отключить комментарий. И зайдем в профиль. Ну в общем лишний раз вам напоминают, что у вас может быть только один проект. Функция команды также доступна только в платной версии. И в настройках видим, что только информация о нас и аватарка могут быть изменены. Ну и поистине бомба октопуса, то, что собственно нивелирует все недостатки постоянного выманивания денег у бездомных поросят, кнопка Import XML, которая позволяет загрузить карту любого существующего сайта, просто вбив в строке его URL. Apple.com и вуаля. Взяли идеальный, на ваш взгляд, сайт, забрали его карту в качестве референса и допиливаете под себя. И последнее, что вам безусловно может понадобиться, это кнопка Share. Тут он нам формирует ссылку на проект, причем с раздачей прав. То есть ссылки формируются двух видов. По одной можно редактировать проект, по другой только смотреть на него. Также как с XROOM скажу, в принципе октопус мало чем отличается от Gloomaps, но и звезды мало отличаются одна от другой. Но при этом их все-таки зажигают, а значит это кому-то нужно. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok